Мы с ним познакомились в 2005 году, и буквально через несколько месяцев я вышла за него замуж. Уже вот на данный момент мы с ним прожили 13 лет, у нас трое детей. Мы познакомились с ним, мы вместе работали на Эйфетре. И сразу что мне бросилось в глаза, это необычный человек, который никогда не проходил мимо людей, не спросив, как у них дела и как у них настроение. До 2014 года Нариман работал, работал на нескольких работах. Он брался за любую, можно сказать, работу, потому что он работал здесь у нас по Севастополям в магазине, менеджером. Кроме этого, он сам занимался отоплением и водопроводной системой. И кроме этого, он работал сутки через трое у нас здесь, в нашем селе, на комбинате. Уже в 2014 году мы, наверное, столкнулись с такой проблемой, когда наших соотечественников, наших братьев, наших, тех людей, которых мы хорошо знали, и стали приходить и по утрам выбивать стекла, сажать по тюрьмам, обвиняя в терроризме и экстремизме. Конечно, мы думали о том, что делать вообще, как быть, потому что мы тоже являемся мусульманами, и к нам тоже могут прийти, и не только это может кого-то коснуться, но и нас самих. Мы это прекрасно понимали, что нужно что-то делать. И вот тогда Нариман стал посещать эти судебные заседания и вести стримы с этих судебных заседаний, комментировать, фотографировать. Он выкладывал это всё в интернете, чтобы люди видели, что здесь происходит, так как журналистов вообще в Крыму не осталось. И другого метода, чтобы нас услышали, увидели, не было. Дальше было ещё сложнее, так как начались преследования и преследования самого Наримана. Это, да, 16-й год, когда к нам впервые пришли с обыском. В первый раз вот было вот пай, ну, то есть ничего такого. Второй раз это был уже административный, то есть этот штраф у него. И уже вот буквально в 18-м году, да, это уже было такое масштабное, можно сказать. Это там с перекрытием улиц, выламывание двери и так далее, да. Ну, это был очень такой тяжёлый день, потому что, ну, до сих пор дети тяжело это всё переносят. И даже вот у меня был случай, когда я ехала к родителям, и нас остановили сотрудники ДПС. И у меня младший ребёнок стал плакать. Он стал плакать, и просто вот не останавливается, и всё. А сотрудник спрашивает у него, а что ты плачешь? А он плачет и говорит, да посадят, что говорит. Даже дети понимают, что не обязательно, что человек что-то сделал, да, неправомерное, либо нарушил там закон, либо сделал что-то плохое. Нет, у нас даже дети понимают, что за решёткой может оказаться каждый. У детей остаётся страх, и этот страх, конечно, от него избавиться очень сложно. Я им постаралась даже лишний раз не показывать в интернете те ролики, где там он в наручниках, как его ведут. Эти ролики я старалась им не показывать. Но они видели эти ролики, так как у нас, когда, знаете, в Крыму происходит очередной обыск, мы уже все сидим в интернете, если мы не можем поехать на место события, где-то происходит, мы сидим в интернете и следим за этими событиями через интернет. И у нас даже дети настолько привыкшие, если они видят, да, что где-то что-то происходит, они садятся рядом и начинают следить. И, конечно, все судебные заседания, которые уже начались по существу, где Нариман имел право говорить, и говорил, да, достаточно чётко, понятно. Конечно, дети уже, я им показывала эти ролики, они видели эти ролики, и они, конечно, знаете, восхищались своим отцом, они восхищались тем, да, насколько важно говорить правду и не бояться её говорить. Мы знаем, что преследуют его, конечно же, за эти репортажи, так как он один из первых начинал это всё, ну, вот, репортажи, вот это вот, посещать судебные процессы, да, это всё освещать. Когда допрашивали следователя, он сказал, что Нариман попал в их поле зрения, да, после того, как начал, ну, как бы, да, приходить на судебные процессы по севастопольским ребятам, а это были тогда первые аресты, и освещать эти события. Нариман сам по себе такой человек, который, наверное, принимает участие в жизни села, да, в жизни района всегда, он, то есть, какие бы проблемы, либо это хорошее событие, он всегда участвовал и везде. Поэтому, конечно, когда это всё началось, это было очевидно, что он просто не сможет сидеть дома. Нариман всегда был отважным, особенно если это дело касается правды, либо это дело касается, знаете, притеснения кого-либо, он всегда встанет на защиту, и мы нисколечки не жалеем, да, вот то, что Нариман, там, что мы, как семья, мы всегда поддерживаем друг друга, и мы, ну, вот, то есть благодарны Всевышнему, да, что вот именно так мы себя провели в трудную минуту, когда нашим близким, нашим знакомым было плохо. Мы надеемся, конечно, и всегда Нариман говорит, да, о том, что откуда ты знаешь, когда я выйду, да, вот иногда спрашиваешь, там, как, что там, анализы какие-то делаешь, он говорит, да, может, я завтра выйду, он говорит, откуда ты знаешь. Поэтому мы никогда не унываем, то есть это человек всегда в приподнятом настроении, который вот даже вот на свиданиях, наверное, вот эти вот два-три часа, сколько там, да, когда как получается, то есть мы всегда шутим, мы общаемся с ним так, как будто, ну, действительно, ну, знаете, это не трагедия такая, да, и он всегда, конечно, всегда встречать с улыбкой, такое ощущение, что я вообще пришла, знаете, вот, ну, действительно к нему вдов в гости, он всегда выходит с улыбкой, он всегда в настроении, он всегда шутит, ой, это шутки у него всегда, даже вот тот персонал, да, который там работает, они даже смеются с его шуток постоянно, то есть одно свидание, даже если у меня там как-то иногда бывает, да, тяжело там иногда и руки опускаются всякое, то есть вот сходить к нему на свидание, это всё, это значит зарядиться до следующего свидания, да, то есть это настолько такой, ну, сильный человек. Нам здесь, в Крыму, нам свидания не давали официальных, мы вообще с ним здесь, можно сказать, у нас не было свиданий. Ну, я просила свидания, конечно, ну, следователь мне сразу сказала, официальных нет, ну, то есть свидания вам не дам. А уже после того, как его этапировали в Ростов, там, да, я написала заявление судье, и мне, ну, там в Ростове дают два раза в месяц, я могу ходить к нему на свидание, то есть убрать с собой детей. На судебный процесс в сентябре я поехала с ребёнком младшим, и его пустили на само заседание судебное, потому что у нас в Синкрополе, как мы знаем, да, у нас дети стоят под зданием СИЗО, чтобы на секунду увидеть отца, когда его выводят. А там нет, там есть такой вот момент, как ребёнок, если он, ну, там, не плаксивый, не будет мешать, он может присутствовать на судебном процессе. Я планирую вот сейчас уже в октябре месяце, да, взять с собой мальчиков и повезти на свидание к Наримаму. Благодаря вот этому испытанию мы стали намного сильнее, мы стали увереннее, ещё увереннее в себе, потому что мы знаем, да, что мы ничего плохого не сделали, что мы всё это время, да, то есть наш народ, показал только, ну, себя только с хорошей стороны. И наша вера, она говорит о том, что что бы ни происходило, происходит по воле Аллаха. И сам Нариман говорит, да, я пробуду здесь ровно столько, сколько пожелает Аллах. То есть ни днём меньше, ни днём больше. Субтитры создавал DimaTorzok